Я в совершении хотел бы гуманитарный один вопрос задать, так сказать. Вот программист вообще, тип личности, программист. Я занимаюсь в том числе сайтами, какими-то вопросами, сталкивался с молодыми людьми, которые делали программы. Они немножко особые люди, у них есть какой-то элемент аутизма, они живут как лицо немножко в мире у некоторых. Вообще, как формируются программисты? Они вообще нуждаются в каких-то широких знаниях? Как творчество их протекает? Если вы говорите, что надо изобретать, значит, это творческое сознание. Математики, творящие математики. В советское время физики были лириками, как известно. Они обладали в том числе и большим интересом к культуре. Что такое современный программист? Такой вопрос немножко, конечно, обобщающий, но тем не менее. Вы же сталкивались с этим в большом количестве ваших кадров. Это вот эти как раз и есть креативщики в этой специфической области новой. Знаете, программист программисту рознь, это во-первых. Потому что в программировании, как и в любой специальности, существуют самые различные роли. Есть программисты низового уровня, кодеры так называемые, которые пишут код по заранее заданным алгоритмам и заранее заданным схемам. Это могут быть любые ребята, в основном это ребята после вуза или студенты даже. Потому что очень часто программировать начинают еще в школьные годы. Если у человека есть склонность, то он, как правило, начинает довольно рано. То есть это программирование, на самом деле, это вообще спорт молодых. Есть ведущие программисты или уже специалисты, которые делают более сложные вещи, они пишут модели, и они уже программируют какие-то, ну, концептуальные, что ли, вещи. Есть тим-менеджеры, тим-леды, которые занимаются, помимо того, что они программируют и придумывают, как это сделать, они еще и руководят какими-то своими командами и распределяют задачи с тем, чтобы вот эту вот большую, значит, задачу как-то там поделить между группой, между коллективом. Есть технические директора, которые этим всем управляют уже. Есть аналитики, которые анализируют, как это сделать, потому что программист очень многое не делает сам. Там нужно, прежде чем ты напишешь какой-то продукт, нужно внимательно понять, а какие сценарии могут быть использованы, а как это может быть реализовано, скажем, для каких платформ или какими способами. И все это представить для программистов тем, чтобы они уже выбрали наиболее правильный способ. То есть это, на самом деле, много специальностей, и понятно, что для каждого вида специальностей, ну, и там еще существует технологическое разделение, то есть там кто-то программирует на Java, кто-то там на C, кто-то там вообще на Assembler, ну, таких почти не осталось. Разные типы мышления, получается. Ну, это не типы мышления, это типы, собственно, платформ, на которых они программируют. Но, вообще говоря, они отличаются по типу мышления, действительно. Действительно, там, скажем, гуист, то есть человек, который пишет интерфейсы, ну, он будет, наверное, отличаться от системного программиста, который пишет какие-то системные софты. И я-то считаю, что программистов нужно учить фундаментальным наукам. Тут вот, кстати, разные концепции есть. Скажем, индусы фундаментальным наукам учат, может, и учат, я не буду утверждать, но в значительно меньшей степени. Их задача быстро дать людей, которые быстро могут начать что-то писать. То есть такие кодеры. И индусы, у них там фирмы, эти программистки, скажем, инфосис, это 400 тысяч человек, одна компания. Она только пишет софт на заказ, 400 тысяч человек. Там HCL, 350 тысяч. Я помню, что я на какой-то конференции встретилась с менеджером HCL, смотрю так на визитку, говорю, а чем занимается ваша компания? Они говорят, ну, мы программируем на заказ. Я говорю, круто. А много у вас сотрудников работает? Ну, чтобы поддержать разговор, потому что я никогда не слышал о такой компании. Он говорит, 350 тысяч. Вот у меня 300 человек работают. И то сложно. Смотрите, программисты – это вообще люди, которые мыслят алгоритмически. Это люди, на самом деле, со структурированным умом, погруженные, что ли, в математические модели. Это в некотором смысле зачастую лежит в сфере противоположной, ну, там, человеческому общению или открытости. Поэтому очень часто они действительно являются аутичными. Хотя, конечно, я знаю исключение из этого правила, когда люди абсолютно открытые, там, человек имеет кучу друзей, при этом прекрасный программист. Но это не значит, что даже вот этих, условно говоря, отстраненных людей нельзя объединить и нельзя вместе с ними решать задачи. Это вопрос как бы правильного управления коллективом. Продолжение следует...